И всем привет, ребят, с Местер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обсуждению наших новых трофеев, как у нас уже зашло в нашу игру, как правило, каждый новый месяц у нас появляются новые трофеи, и вчера у нас появились новые трофеи на Крусейдера Скорпиона. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике установите маличный тег, тег тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо трофеев, то сегодня мы вместе с вами обсудим их параметры, я расскажу вам даже слитую информацию, потому что были ребята, которые катали против этого Скорпиончика, ну и скажу, что там у нас будет по корпусу, что у нас будет на Крусейдере. В принципе, это та информация, которая я думаю, что интересна многим, потому что есть, я уверен, те ребята, которые 100% будут набивать на этом вооружение очки, потому что что Крусейдер, что Скорпион являются супер актуальными вооружениями на сегодняшний момент времени. Крусейдер так вообще, с точки зрения мобильности и возможности набора очков, является очень крутым корпусом, и если бы я бы не набивал бы на Дико Страйкере очки, то я бы точно хотел бы набить их на Крусейдере как корпусе, потому что плюс еще есть у многих устройство драйвер на него, которое тоже очень сильно бустит возможность заработка дополнительных очков, потому что овердрайв будет копиться еще быстрее. Что же касаемо в целом Крусейдера Скорпиона, если насчет корпуса информация плюс-минус и так ясна, что у нас там будет. Это иммунка от всех статус эффектов, плюс 50% защиты от поджога и 50% защиты от заморозки. Именно такой феникс был уже выкачен от разработчиков на других корпусах, на, например, том же Диктаторе, поэтому в этом плане по корпусам здесь ничего абсолютно меняться не будет. И у нас на корпуса будет как раз таки иммунка от всех статус эффектов, плюс защита от поджога на 50% и защита от заморозки на 50%. А вот что касаемо пушки, то здесь мне поступила очень-очень интересная информация, при том, что эта информация, можно так сказать, из первоисточника. Это то, что уже видели наши ребята, да, в матчмейкинге, быть может в будущем даже будут какие-то видосы, фрагменты, я запишу отдельно, если достану. Но пока только есть словесная информация, но это проверенная инфа, которую видели игроки в бою непосредственно, когда Орех играл как раз таки на этом Скорпионе. И у нас еще Скорпиона как такового трофейного не было, да, но он уже на нем тогда тестировал и играл. Что касаемо него, он представляет из себя сводку в виде трех всего лишь ракет. При этом это устройство похоже чем-то на копье с также дефолтным аркадным режимом, но, но, что сводка, что аркада перезаряжается быстрее. То есть, соответственно, вы имеете в залпе не такое большое количество ракет, но эти ракеты, во-первых, залетают под 90 градусов, то есть это моментальный вылет ракет, как у копья. Плюс залет через стены под 90, то есть у вас есть угол хороший, чтобы эти ракеты залетали. И плюс ко всему прочему, эти ракеты еще и быстро перезаряжаются. То есть это, грубо говоря, своего рода перезарядка рабочая, как у страйкера с как раз таки трофеем. Только здесь у Скорпиона будет чуть более быстрая механика. И в моем понимании, если бы я играл бы на Скорпионе и фармил бы эти трофеи, то для меня бы это устройство точно было бы интересно. Потому что иметь быструю сводку с быстрой перезарядкой плюс хорошей аркадой, это, наверное, очень и очень неплохая вещь. Потому что я, например, в свое время безумно любил играть на рои, ну и сейчас, если я беру Скорпиона, то я играю именно на рои, то есть на устройстве, которое с ближней дистанции может нанести хорошее количество урона. Ну и быстро накидывать этот урон, потому что если учитывать тот факт, что раньше у роя была эта перезарядка крайне-крайне быстрая, то как раз таки это все дело и выглядит максимально интересно. Если вдруг появятся у меня в дальнейшем фрагменты как раз таки игры Ореха на вот этом замечательном Крусейдера Скорпионе, ну или вообще в принципе на Скорпионе, то я обязательно запишу отдельный видеоролик, где все это дело покажу и рассмотрю. Но даже исходя из той информации, которая поступила, я считаю, что быстрая перезарядка с хоть и небольшим количеством выстрелов, это очень-очень интересное устройство для тех ребят, которые как раз таки будут набивать эти замечательные трофеи на Крусейдера Скорпионе. Ну а я в свою очередь все так же продолжаю бить трофеи на Дико Страйкере, ведь я уже даже должен потихонечку ускоряться. У меня всего лишь-то 338 тысяч, да, с сегодняшнего дня у нас в игре стартовали новые замечательные ивенты, посвященные дню рождения нашей игры. И быть может это та самая отметка, когда я смогу ускориться и как можно быстрее все это дело оформить и пройти. Ну а пиши, а вы пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих замечательных трофеев, интересно ли вам набивать трофеи именно на Крусейдера Скорпионе. Быть может для кого-то из вас это любимейшие корпуса и пушки, вы прямо сейчас начнете активно на них играть. Ну и, быть может, та информация, которую я с вами поделился, что в себя включают эти самые замечательные трофеи, замотивирует вас еще больше бить эти замечательные трофеи. Ведь в моем понимании это того точно стоит. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравился, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также в комментариях, как я уже сказал, пишите, что вы думаете по всему этому поводу. Ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании, весь лайв-контентик и вся информация по стримам выходит именно там. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!